Всем привет, ребят, с вами Юмилия, наконец-то Добряк выпустил видео о том, как он работал тренером в качалке. Если честно, я ждала этот ролик, он ранее говорил, что хочет его выпустить, и давайте без лишних предисловий начнем его смотреть. Новый тактический экшен... Ой, тут рекламка, да. Сейчас перелезнем чуть-чуточку, вот-вот-вот, чуть-чуть-чуть. Привет, вы много раз слышали от меня, что я работал в фитнес-клубе, в простонародье в качалке, но я не думаю, что много народу знает, каково это. Поэтому я расскажу самые интересные моменты за мою длительную карьеру. В самом деле, я работал там всего год. С самого детства я восхищался спортивными телами героев-боевиков и супергероев. Не потому, что я гей, а потому, что хотел быть на них похожим. Понимаю. В смысле, не на геев, а на супергероев. Поэтому я... Ну я в этом смысле как раз-таки его и понимаю, тоже очень часто смотрю на тела красивых девушек и такая, блин, хочу быть такой же. Я решил, хей, а почему бы не сделать свое увлечение работой? Так я и сделал. К тому моменту... Это правильно, кстати. ...немного спортивным, но этого было недостаточно. Потому что... Юля оценила. Оу, оу, какие плакаты. ...потому что здоровье посетителей напрямую зависит от тренера. Вы не можете прийти в качалку и сказать, мой размер бицепса 43, и я готов быть тренером. Это очень замечательно. Идите нахуй. Для этой работы нужно хоть какое-то образование. И мне пришлось идти на курсы. И к моему великому удивлению, двухнедельные курсы закончились за 4 дня. И всем, кто там был, просто отдали сертификаты и сказали, удачи. Да, и по сути, нам просто рассказали про то, как правильно продать свою тренировку. И почти ничего про сами тренировки. Это было очень странно. Поэтому, если вам тренер в качалке кажется неквалифицированным, знайте, скорее всего, он прошел те же курсы, что и я. По сути, я был самоучкой с полулиповым сертификатом. Но, как говорится, без бумажки ты букашка. А с бумажкой, букашка с бумажкой. Первым делом, я сразу стал обзванивать все клубы в моем городе, где требовались инструкторы. И мне отказали все. Кроме одного, по иронии судьбы самого навороченного и престижного в моем городе на то время. Круть! Моя смена была 12 часов. 12 часов я ощущал, что весь этот зал в моем распоряжении. Поначалу, кроме меня, было еще 3 тренера. И в неделю мне получалось поработать только один-два раза. Да и то, я был дежурным тренером. Есть два вида тренеров. Тот, кто постоянно находится в зале для подстраховки и советов. И те, кто тренирует людей персонально за отдельную плату. То есть, он привязан к конкретному человеку и отвечает за его прогресс. Так как я был новеньким, у меня почти не было персональных тренировок. Я всегда был дежурным. И все, что мне нужно было делать, это иногда подходить к посетителям, которые неправильно что-то делают, и говорить. Не делает это не нужно. И я не мужик. Но как по волшебству, уже на следующий месяц из-за разных обстоятельств уволились все, кроме меня. И я остался один. То есть, мне приходилось работать каждый день. И все персональные тренировки тоже обрушились на меня. Иногда их было под 9 штук за день. Можно сказать, я уже жил в этой качалке. Я видел каждый день одних и тех же посетителей. И в один момент я даже задумался. Так, с этим парнем я здоровался сегодня или вчера? Если я не поздороваюсь, то он подумает, что я невежа. А если я подойду... Блин, у меня такое тоже бывает очень часто. Меня это так бесит. ...поздороваюсь второй раз. Он подумает, что я идиот. Из-за того, что я был единственным тренером, я попадал во всякие курьезные ситуации. Например, отец приводит свою молодую 16-летнюю дочь и говорит, я хочу, чтобы она тренировалась с персональным тренером. Да, конечно, вот у нас есть отличный тренер Алексей. Эм, а у вас есть тренера женщины? Как-то раз я тренировал мужчину в узких шортах. Настолько узких, что когда он приседал со штангой, случился казус. Но, к моему удивлению, никто не засмеялся. Кроме него, еще однажды ко мне записалась женщина, которая сказала, что она ну никак не может похудеть. У меня была такая ситуация, вот я, блин, поздновато остановила, как у мужика у меня в качалке лопнули мои штаны. У меня дырка была на самом интересном месте, но она вот такая, наверное, была. Я уж честно точно и не помню, но было очень стыдно. Рассказал ей, как нужно питаться. Провел с ней жиросжигающую тренировку. А после моей тренировки она еще пошла на аэробику. Но, когда тренировка закончилась... Вы чего делаете? Вы же похудеть хотите? Эх, на самом деле я хожу сюда просто провести досуг. Ну а если волшебным образом похудею, то это будет просто приятный бонус. И тут я понял, что большинство посетителей никак не меняется на протяжении огромного количества времени. Потому что они не хотят меняться. Они просто ходят, чтобы поболтать о том о сем с тренером и все. Но потом всем говорят, что они упорно занимаются. Но, к счастью, такими были не все. Я тренировал всех. Детей, девушек, женщин, парней и пожилых мужчин. В основном крупных бизнесменов или управляющих госструктурами. И вся прелесть этой работы, что только здесь они смотрели на меня не сверху вниз, а наоборот. Так, Михалыч, не отлыниваем. Работай давай, работай, работай. Соберись, соберись. На самом деле, я еще много чего могу рассказать забавного с этой работы. Но выпуск тогда получится слишком длинный. Поэтому давайте так, набираем. Я так и знала, что сейчас будет вот этот момент. 50 тысяч лайков и я делаю вторую часть. Я ведь вас никогда не обманывал, пупсики. Ну а на этом пока все. Не забывайте, что только клевые ребята нажимают вот эту кнопочку. Я серьезно, это научно доказанный факт. А еще круче, если вы подпишетесь на мой инстаграм и телеграм. Там тоже куча всего интересного. Всем спасибо за просмотр. Тебе спасибо за ролик. Пока. Люблю, когда ютуберы, аниматоры, летсплейщики. Ну, короче, те, кого я люблю смотреть на ютубе, очень часто выпускают видео. И добря как раз-таки к таким ребятам и относятся. Ух, качалка. Я, блин, уже вам рассказывала, как я в нее ходила. Сейчас тоже снова хотела в нее записаться, но что-то как-то не выходит. Почему? Потому что я хочу в нее записаться не сама, а со своим парнем. А он не хочет в нее ходить. Да и к тому же сейчас пока возможности нет. Я вот хочу, знаете, что сделать? Хочу регулярно выпускать видео на втором канале. И вот когда я этого добьюсь, этой регулярности, тогда, может быть, снова пойдем записываться в качалку. У нас уже был абонемент. Вот напомню для тех, кто не знает, мы туда ходили. Несколько месяцев, но потом забросили. Так получилось. Ну а вы там не думайте, что я ленивая жопка, я дома занимаюсь. Само собой, за то время, пока я занимаюсь дома, в зале я добилась бы большего прогресса. Но я рада, что хоть как-то поддерживаю себя в более-менее нормальной форме. До фитоняшки далеко, но все нормально. Сойдет. А с вами, как всегда, была Юмилия. Пишите в комментах, ходили ли вы в зал или же нет. Хотите туда пойти или не хотите. Может быть, вам нравится заниматься дома. Всех целую. Не болейте, берегите себя, свое здоровье, своих близких. И всем пока!